Здравия всем слушателям подписчикам моего канала с вами Виктор Максименко и в этом видео я хочу вам показать что скифы это те же китайцы так как в прошлом видео мы уже выяснили что белые могола тартары это те же скифы а скифы это те же славяне то в этом видео я собрал всю информацию которая позволит вам убедиться что те же самые китайцы это те же скифы или те же могола тартары или те же славяне, а тех, кого мы привыкли называть китайцами, на самом деле чинайцы. И я собрал всю эту информацию, и надеюсь, что вам это понравится. Если я докажу вам, что это так, прошу, чтобы вы это обозначили в комментариях, что подтверждается подобная теория, что все эти самоназвания на самом деле относятся к одному и тому же народу. Это славяне обычные. То есть, как бы их ни называли, могола-тартары, скифы, китайцы, всегда речь идет именно про славян. Поэтому нужно правильно называть не только славян, но и другие народы. Так, в Атласе Николаса Самсона за 1653 год, великий хам, император Тартарии, могучий и суровый правитель, очень богатый, который продал кому-то часть Китая. Ну, если кому-то что-то продал, значит, ты этим владел, получается, да? А нация Тартар исходит от страны, именуемой Великая Скифия, которая никогда владела Третью Азию, и множество земель в Европе, включая Сарматию, Азиатскую Скифию. Она же включала в себя провинцию Сир, Сирика, Шолк, а также Катай-Чи-Гатай. То есть, Шолк вырабатывался действительно китайцами, только это были славяне простые. Как же именно Скифы стали Могао-Тартарами, мы понимаем, когда изучаем, кто такой был Чингисхан, который в 1162 году изменил имя Скифия на Тартария. Опять же, это в западных источниках написано. Опять же, я вам показываю карту конец 16 века, и Красная Стрелка показывает, что Китай, даже тот, который мы сегодня называем, а на самом деле Чина, он входит в состав Великой Могольской империи, а до этого эта империя называлась Скифской. Хотя те же Скифы, это те же простые славяне, что я показывал в предыдущих своих видео. Еще один источник, Дионисий Питавиус, графическое описание мира, всемирной истории, тот же конец 17 века. Тартария в древние времена известна как Скифия, от имени первого правителя Скифа, но я покажу, что это не так, мы просто читаем официальную версию, которую сначала назвали Магогус, от Магог сын Яфета, потомки которого заселили эту страну. Называется своими обитателями, монгулами, ну, тем же монголами, Тартария по имени реки Тартар. Самое интересное, что вот эта река Тартар на картах 1590 года, она находится на Чукотке, где находится долина пирамид императоров, которую я тоже нашел, и там похоронены все императоры Тартарии, так что ничего удивительного. Ну, Чукотка намного все-таки ближе к Китаю, даже к тому, которому мы сейчас называем, который, как и раньше, называли Чина, на самом деле, правильно. Давайте же прочитаем официальную версию, кто такие Скифы. Версия официальная, подчеркиваю. Скифы, древний кочевой и раноязычный народ, существовал в 8 веке до нашей эры, по 4 век нашей эры, таинственно пропал, письменности не имел, ничего не имел, вот он бродил-бродил, бац и пропал. Все, ну, это официальная версия науки. То есть родственные народы, сарматы, сарматы, саки, масагеты. Ну, на самом деле, вы сейчас увидите, что это полный бред сивой кобылы в лунную ночь, как любила говорить моя учительница. Потому что, если мы хотя бы находим те же археологические находки, видим, что Скифы ничем от нас не отличаются. Это обычные белые люди, плюс у них уникальная золотая культура, плюс они были изобретателями чешуйчатого доспеха, которыми русские воины и татаро-монголы пользовались вплоть до 17 века. И это все они делали на ходу. По крайней мере, говорит нам эта наука. Никаких письменных источников не имели. На самом деле, это не так. А имели их множество. И один из этих письменных источников дошел до наших дней. Это сказка про Финиста Ясного Сокола, которая вообще объясняет, кто такие Скифы. Для тех, кто даже не читал, что это такое. Вот же начало этой сказки. Жили-были в стародавние времена в Скуфе лесном. И все. Дальше пока можно эту сказку не читать. Что значит Скуф лесной? Это защитное сооружение. То есть, напоминаю, что кит, это связка жердеи, прутья, веток, такой величины, чтобы удобно было принести, привезти из леса. Потом она используется для строительства ограждения вокруг поселения, или основной его части, в виде жердеи, прутья, веток. То есть, строятся плети. Потом, если нужно, строится военное, защитное ограждение, стена. То есть, надо связать, сшить эти плетни, большие киты до 10 метров длиной. А взять два ряда плетней из кита и засыпать землей и камнями. То есть, получается что-то вот на подобии того, что вы видите внизу. Ну, это самое маленькое поселение Кит. То есть, защищенное поселение. Вот что мы читаем в одной из книжек. Бесчисленные города. Как памятники древнейших славянских поселений. Городище, говорил он, простирается от Камы до Лабы, то есть Эльбы. От Северной Двины до Гор Балканских и Адриатического моря. Число их так велико, что на каждую квадратную милю, населенную славянами, приходилось по одному городищу. Все они похожи между собой. Имеют круглые валы, насыпанные исключительно из чернозема. Но это как бы самые базовые начальные поселения. То есть, был чернозем, насыпали чернозем. Были камни, насыпали камни. И тогда получалось вот такое базовое поселение. То есть, это самое простое. Но потом же, если город разрастался, то поселение, соответственно, развивали. То есть, Кит, получается, это военно-фортификационное сооружение, неприступная стена, скит. Кстати, Кит по-английски это комплект, в данном случае комплект стройматериала. А защищаемое ей поселение получает название в зависимости от местного говора. Или скит, или скуп, или скит, или даже Китай тот же самый. То есть, скития по-турецки, и скит лерен в переводе скитская позиция, а в прямом переводе есть комплекс позиция. Оттуда родом и выходит так называемый уже другой уровень развитости этих поселений, звездные крепости. Отсюда и выходит понятие скиты, то есть, скифы, то есть, люди, живущие в защитных поселениях, в которых наши предки жили вплоть до 19 века. То есть, эта буква Ф, она не случайна, она как и есть, это круговое поселение. Но, на самом деле, это означает, что это защищенное поселение. В первую очередь, защищенное стеной. А формат уже этой стены определяется, сколько там людей живет, начало этого поселения, или поселение развивается. Именно поэтому в Москве находится Китай-город. То есть, город за стеной, а не место жительства, выходцев с Дальнего Востока, Чинайца, например. Поэтому именно с Китайграда начиналась Москва, и не только Москва. Все другие поселения начинались так же, потому что это культура славян. Они так приходили, защищались и дальше развивались, увеличивая защитное сооружение и строя город, фактически. При этом, желтое население в прошлом называли джунгарами, а сегодняшнее их самоназвание Чинайцы, потому что на карте любой посмотрите, написано Чина, Чинайца. Что мы читаем о Афанасии Никитине, «Хождение за три моря», 15 век примерно. «От Чины до Китая сухом 6 месяцев, а морем 4 дни». То есть, Афанасий Никитин четко видит разницу между Китаем и Чиной. Вот вам внизу карта 17 века, тоже тут написано «Китаяс», опять же «Монголы» или «Калкасы», то есть «Казаки» в итоге. Они же Чина, то есть явно это совершенно разные названия, люди там живут совершенно разные. То же самое, если взять так называемую Великую Китайскую стену, то она действительно Великая Китайская, но она в первую очередь обозначалась для обозначения границ между чинайцами и татар-монголами, скифами, славянами. И это всего лишь начало этой стены. То есть, эта стена строится в течение тысячелетий, то есть совместно существуют два вида людей тысячелетий. Она обозначает границы, кстати, одна из этих стен, она даже чуть-чуть на территорию России заходит. То есть, они строятся в течение тысяч лет, в результате различных конфликтов, войн. Она то переносится, то становится больше, то меньше. Но факт, что примерно, она находится примерно в том же районе, основные ее строения. То есть, она строилась именно для того, чтобы четко обозначить границы, чтобы не воевать именно из-за того, что непонятно где какая граница. То есть, убрать эти постоянные конфликты. Но, здесь важно же другое, что это только начало стены. То есть, если мы посмотрим на весь мир, то тогда мы узнаем ее масштабы. Опять же, напоминаю, Китай, где кий, палка, жердь. Атай, множество себя вобравших. Ну, есть, фактически, множество жердей, палок, это и есть стена. Поставили множество палок, засыпали песком, глиной или что было под рукой, вот вам фактически стена получилась. То есть, Китай, это территория, страна, держава за стеной. То есть, Скити, она же Китай, это страна с китов Китая, в поселении с китов Китая, в население, то есть, скифов, китайцев. Они же тартаро-моголы, они же славяне, имеющие своей нерешимой границей с китские китайские стены. И начинается она в Чине, а заканчивается она на британских островах. То есть, масштабы этой стены гигантские. То есть, все вы прекрасно знаете, что существует стена между как раз Черным и Каспийским морем. Что существуют так называемые змеевые валы, которые фактически идут от Балтийского до того же Черного моря. Существует так называемый Уральский вал. То есть, это и есть традиция славян. И как мы видим, и славянские поселения во множестве находят в Европе, там же находят и стены. То есть, они стены помогают защититься от агрессии других народов. Поэтому мы их видим фактически по всему необъятному миру. И строило их одно и то же государство. Это одна и та же технология, одна и та же традиция. Как осваивать территории, как их защищать. Поэтому китайская стена начинается в одной части света, а заканчивается фактически в другой. Так что, вот они, настоящие размеры этой китайской стены. Да, она где-то разрушалась, где-то перестраивалась. История имеет много тысяч лет. Ну и масштабы сооружений титанические. Тот же Уральский вал имеет масштабы намного больше, чем объем строительства тех же самых пирамид в Египте. А вы что-нибудь слышали о подобных работах? Ничего. Ну, и это нас не должно удивлять, потому что по древней китайской легенде, китайская цивилизация началась с того, что на небесные колесницы к ним прибыл белый бог Хуан Ди. Ну, фактически хан какой-то прибыл белый. И научил их всему возделывать рис, строить дамбы, делать лодки и колесницы, копать колодцы, изготавливать музыкальные инструменты, лечиться иглоукалыванием, шить одежду и так далее. Он дал им календарь и письменность. Научил иероглифам. По легендам, тотемным животным Хуан Ди был медведь. Ну, ничего удивительного. Он у нас до сих пор тотемный животный. То есть, вот, это изображение Хуан Ди, ну, как говорится, стилизованного подчинайца, но видно, что на некоторых все-таки у него очень густая борода, и сам он написан просто как белый человек, а не какой-то чинайц современности. То же самое про технологию. То есть, шелк, как и возделывание риса, не изобретение чинайцев, китайцами, которых вы сейчас называете. Так как тутово шелкопряда и рисовых полей навалом было и в других районах Великой империи прошлого, которое имело название то скидская, то татаро-монгольская, то еще какая-нибудь. Вот сведения из доклада Рюи Гонзалеса, деклавиха, посла короля Кастили, о его путешествии ко двору правителя Великой Тартарии, Тамерлама, в Самарканде, ну, примерно начало 15 века. Кроме того, туда привозилась большая часть шелка, который вырабатывался в гелянь-земле, находящейся близ моря Баку, где каждый год выделывается много шелка. Если мы дальше читаем, то обыкновенно готовились из рису или маису. Ну, то есть маис вообще-то это как кукуруза. Та кукуруза, которая родом из Америки, а Америку откроют еще через 100 лет. Почему, мы это узнаем в следующих видео, как кукуруза попала к моголу Тартарам. То же самое, если мы посмотрим археологические находки, то так выглядели боги в Китае примерно 4,5-5700 лет назад, так утверждают китайские археологи. А чем интересны эти боги, у них голубые глаза. Ну, для того, чтобы показать, что мы как бы не ошиблись, у нас есть иллюстрация Афанасия Кирхара, которую он делал в 17 веке путешествия по чине. То есть, вот он иллюстрирует, заходит в чинайский храм, и вот они, великие боги. Скиф от тартарской шапки, с густючей бородой, ну, чистые чинайцы. На самом деле, китайцы или тартаромоголы, или скифы, или те же славяне. То есть, это, подчеркиваю, 17 век. Иллюстрация из-за еще одного храма, те же самые боги. Которых, мягко говоря, ничем на современных чинайцев не похожи. Даже отдаленно. Ну, для того, чтобы понять уже точно, что мы совершенно не ошиблись ни раньше, ни в 17 веке, ни археологи китайские не ошиблись. У китайцев же сохраняется традиция поклонения своим богам. Вот он, первый слева, это рыжий бог, Джан Тянь Ши. В китайской даосской мифологии, дух, повелитель, укоротитель бесов, живущих на небесах. Ну, чистый китаец. Действительно так. Но не чинайц. Второй, Ян Зяна. Он был хранителем бога воинов, Квана Кванга. Две булавы, густючая борода, белая кожа. Ну, чистый китаец, ни дать, ни взять. Одет он, кстати, тоже в доспехи, очень похожие на скифские. Это то, что они выпускают, картинки, изделия и сегодня. Посмотрим на первого императора Цинь. То есть, в годы правления 246-221 до нашей эры. Тоже настоящий китаец. Ну, вряд ли чинаец, но на китайца похож точно. С такой-то бородой. Создатель знаменитой терракотовой армии, с которой тоже не все так просто, потому что, если восстанавливать эту терракотовую армию, она была вообще-то в цвете. Когда восстанавливают цвет, то, мягко говоря, видно, что ну, не все они чинаецы. Там есть, как говорится, представители других народов, в первую очередь славян. Я дальше вам покажу, что это не просто так, потому что, опять же, те же чинаецы считают прародителями своего государства, государственности Джурджений. Вот вам первые императоры Джурджений. Слева. Зовут его Ван Янь, Агуда. Ну, Янь это мужская энергия, как вы понимаете, оттуда же и славяне. А Ван, это тот же Иван. Поэтому он и похож на Ивана, того же славянина, ничем от него не отличающегося. И дальше мы увидим, что это подтверждается много раз. Не просто нам показалось. Вот его, следующий его младший брат, который был после него, тот же самый славянин. И вот мы, третий и четвертый император Джурджений, то есть, фактически, до 12 века информация, мы видим, что это обычные славяне. И к чинаецам современным они ничем не отличаются. Все ссылки на материалы, как всегда, в описании под видео. Перейдите, познакомьтесь больше. Плюс, столицей Джурджений был современный Пекин. Он же позже в источниках европейских путешественников указывается, как столица Орды. Вот одно из этих свидетельств. Карвина умер в 1330 году в Канбалыке, или Камбалу, столице Орды, нынешнем Пекине. Вот у нас внизу эта вырезка из этой книги. И плюс, вас уже не должны удивлять слова иезуита отца Морени, который в 1655 году утверждал, что тартары непрерывно ведут войну с китайцами, ну, чинайцами ведутся в виду, вот уже на протяжении 4340 лет, то есть с лета 2341 до н.э. В 1280 году тартары стали хозяевами Китая, и тогда род Ивэн, да-да-да, вот этих вот Джурджений Ивэнов, Иванов, Иванов, кто такие Иваны, науке неизвестно, поможем, как говорится, чем сможем, начал править там в течение 89 лет, хотя мы до этого видели, что они вообще-то в Пекине основатели типа китайского современного государства. В 1645 году тартары под предводительством короля Хунчи, которого называют великим ханом, вновь захватили Китайскую империю, ну, скорее всего, чинайскую все-таки. Род тартарского князя царствует там по сей день, так он оказывается и все-таки князь. Те же источники признают, что более тысячи лет тому назад типографское искусство было придумано в королевстве Тангуту, то есть не чинайцы. А чинайцы все переименовали, ну, как бы, перебрали себе. В 1240-1271 году Хан Балык, Хан Балык, был столик со Великого Монгольского хана и находился он в современной Иркутской области. Я его нашел, показал, все ссылки на материалы в описании, ну, по крайней мере, остатки от него. А в 1284 году Хан Хубилай, который я тоже показывал в предыдущих видео, обычный белый человек, перенес столицу ханства в город Зы, будущий Пекин, назвал ее Хан Балыкум. Опять же, фрагмент карты Киллера 1590 года это подтверждает, а это утверждение мы взяли из книги Марка Пола, который жил, путешествовал и видел, как это все происходило, между прочим. Поэтому не доверять Марка Полу у нас нет никаких оснований. Тот же Рашид Аддин указывает, что в 1300 году в Камбалыке хранились архивные и другие книги за минувшие 5000 лет. То есть он в Сибири как бы и остался. Из-за того, что не переехала ставка хана в Пекин, это не значит, что в Сибири город разобрали. Нет, он существовал. Следовательно, в 3700 году до нашей эры этот город был уже настолько крупным, что в нем существовали диваны. Говоря по современному, это министерство. То есть он находится, остатки его в современной Иркутской области. Очень важно их как раз найти, откопать, из-за того, что там, может, сохранились письменные источники. А книги раньше делали, в том числе из металлов. Ну, имеется в виду, в первую очередь, серебро и золото, конечно. Почему многие до нашего времени эти книги не дожили? Потому что их просто переплавят. Ну, опять же, для того, чтобы нам ничего не показалось, мы берем археологию. Так, в пустыне Токламакан, современная Чина, то есть Китай, были найдены захоронения мумий белых людей, относящиеся ко времени 3-2 тысячи лет до нашей эры. То есть им до 5 тысяч лет, эти мумии. Эти захоронения находятся возле развалин больших городов, построенных вдоль знаменитого шелкового пути. И, судя по этим развалинам, эти люди построили целую цивилизацию, большие города, храм, учебный центр и центр искусств. Именно они построили Великий Шелковый Путь. То есть перед нами мумии белых людей. Найдены они в этом районе пустыни Токламакан, где сходятся как раз и другие государственные объединения современности. Здесь, кстати, не иначе был удар каким-то объектом большим. Когда этот удар произошел, непонятно, ну, фактически, получается, эта пустыня 5000 лет назад функционировала, что подтверждает, что это удар осколка Фаты, который произошел 13 тысяч лет назад, откуда там и пустыня образовалась в итоге. Но факт не в этом. Факт в том, что местность, где нашли мумии белых людей, называлась Западной Тартарией или Вольной Тартарией на разных западных картах вплоть до 19 века. То есть это одна из этих карт. И вот владение Великих Могол, Великая Тартария, Вольная Тартария, вот как эта местность называлась. Еще Тартария Китайская, а уже ниже как раз это Чина, Пекин, Китай и так далее. То есть вот кто там жил. И до 1990-х годов еще более тысячи мумий белых людей было обнаружено в этом регионе. Но в 1998 году китайское правительство запретило дальнейшие археологические экспедиции в этот район. А почему запретили? Они провели с американцами, по-моему, генетические исследования и подтвердили, что все эти мумии являются носителем генов R1, A1 и генетически совпадают с жителями современной центральной России, Белоруссии и Украины. Все чинайцы нашли своих прародителей, называется. Опять же символы свастики, то есть калавра, то есть вращение нашей солнечной системы. Опять же они находятся во множестве на территории Китая. Вот Мяцзяо Китай, то есть примерно этим находкам Гансу Китай, то есть примерно около пяти тысяч лет. Если мы посмотрим, где это, то вот где находится например тот же Гансу, недалеко от Шинси, это тоже нам сейчас пригодится, почему. То есть этим находкам около пяти тысяч лет, а нам и тысячу лет не дают государственность, как вы видите, а здесь пять тысяч лет назад наши люди прекрасно существуют, все строят и контролируют торговые пути между той же пустыней Токламакан и Гансу примерно две тысячи километров. А и там, и там культура одна и та же. И поэтому очень нам нужно понять, что многие символы это наши символы, не стоит их кому-то дарить, потому что вот вы видите, но не понимаете даже о чем речь. Поэтому есть много таких товарищей, которые любят раздарить славянское наследство кому-то. Вот перед вами символ Род. Тут так и написано синяя буква Р, красная буква Д, а все это в букву О вписано. То есть Род, но у нас Род это мужчина и женщина. Мужчина это Янь, Я это та же Ра, Раса, то есть белый человек, Н наша, Инь это та же женщина, наша женщина, А И это соединение двух родов. То есть Янь, Инь остается только мир слави, который над нами, то есть который мы должны вернуться взаимодействием мужской и женской энергии. Получается славь, Янь, Инь. Или он же символ Рода, поэтому дарить ему никого не стоит, а стоит вспомнить, что те же символы Рода, хоть и видно плохо, но это как раз изображение найденное, изображение пары змей на сосуде вторая половина пятого тысячелетия до нашей эры, 7 тысяч лет под Днепровье, стена керамической модели Трипольского святилища, опять же 5-4 тысячи лет до нашей эры, то есть 7 тысяч лет, это как раз по территории, там где и живут, те же самые люди, что жили в пустыне Токламакан и современном Китае, еще 5 тысяч лет назад, поэтому никому не стоит ничего дарить, тем более свое. для того, чтобы убедиться, что это были не просто какие-то торговцы, потому что когда их находят, говорят, о, это там торговцы приезжали, не обращайте внимания, а торговцы откуда? У вас даже государственность не разрешена нам и тысячу лет и то не дают, а тут 5 тысяч лет мы видим, а это человек с мотыгой, династия Танц, то есть 7 век, и человек с лопатой, династия Танц, тоже примерно 7-8 век, то есть они не просто торговцы, они здесь живут и работают. Эти статуэтки находят в погребениях, то есть они их раскапывают и находят в погребениях. Сагдийский жених из набора погребальных скульптур, Китай. Ну, чистый китаец, но начинается. Справа голова бородатого династии Ляо, он блондин, с голубыми глазами, кожа белая. Кто он? Настоящий китаец, но начинается. То есть ему, примерно, 1907 год, 1125, где-то в этих пределах сделана эта голова. Военный чиновник династии Атан, тоже 7 век, чтобы мы убедились, где его нашли, в Гонцу его нашли. Белая кожа, густая борода, символ сокола Рюрика на голове. Кто он? Военный чиновник Китая. Кстати, вот Гонцу, а он Шэньси. А чем нам интересен Шэньси? Шэньси нам очень интересен, потому что пирамиды Китая, это в основном найдены в провинции Шэньси, Шэньси, по-разному называются, но смысл один и тот же. Именно в этой провинции найдено множество пирамид, китайских, но не чинайских. Технология строительства пирамид одна и та же. Вот танцующий татарин, династия Северной Ци, музей Шэньси. Раскопки, опять же, в провинции Сиань, Аня же провинция Шэньси называется, то есть посмотрите на тех, кто жил рядом с этими пирамидами, кто их строил до этого, а потом жил рядом с ними. То есть настоящие китайцы, обычные славяне, они же скифы, они же татаро-монголы, но это 5, 6, 7 века нашей эры нам еще не разрешена государственная, ну, современная наука. Они прекрасно живут в современном Китае. Издавая охота, фигурка Сиань, провинция Шэньси. То есть опять же, обычный славянин, который ведет охоту, и он зафиксирован был, и помещен, как говорится, в погребальное захоронение. То есть фактически, скорее всего, это и был тот человек, который там погребен был. То есть это считается там главная гробница, какая-то богатая. То есть обычная славянская охота того времени, обычный славянин с обычной своей кошечкой, которая находился. Ну, вот Шэньси, а он Пекин. Для того, чтобы вы понимали, где была столица, те же Джуджени, потом Ставка Орды, а вот эта провинция Шэньси, где мы видим недалеко и там и пять тысяч лет находки славянские, и там, и, грубо говоря, седьмой век славяне. Ну, а вот эти две фигурки тоже, они стоят на крыше, это как бы на крышах здания не стояли. Высокопоставленный военный чиновник династии Мин, приближенный император, слева китайский воин, и справа тот же густючая, желтая, то есть, белобрысый человек с голубыми глазами, Китай, происхождение 1368-й, до 1644-й, где-то в этом пределе было оно сделано, то есть, это в Пекине обнаруживаются они, на крышах домов стоят, настоящие китайцы, но не чинаются. Давайте делать выводы, потому что целью этой видео статьи было напомнить о том, что скифы это китайцы, они же славяне, они же монголо-тартары, а те, кого мы привыкли называть китайцами, имеют самоназвание чинайцы, как и та территория, на которой они сейчас живут. Но они сейчас, как вы видите, живут еще, уже увеличили свою территорию. Напомню, что кит, это связка жердей прутья, веток такой величины, чтобы удобно было принести, привезти из леса. Потом она используется для строительства ограждений вокруг поселения или основной его части в виде жердей, прутья, веток, для строительства плетни. Если требуется военное защитное ограждение стена, то надо связать, шить большие киты до 10 метров длиной, взять два ряда плетни из китая и засыпать землей камнями. Поэтому в Москве находится Китай-город, то есть город за стеной, а не место жительства выходцев с Дальнего Востока. Именно с Китай-града начиналась Москва, да и вообще все славянские поселения. При этом желтое население в прошлом называли джунгарами или их сегодняшнее самоназвание Чинайцы, Чина. А от Чины до Китая три, идти с ухом шесть месяцев, а морем четыре дни. Афанасий Никитин. Китай, где Киев, палка, жердь, Атай, множество себя вобравшая, Алтай, Тайга и так далее. То есть Китай это территория, страна, держава за стеной. То есть с Китой, она же Китай, страна с китов Китая в поселении. И с китов Китая в население, то есть с кифов, китайцев, имеющие свои нерешимые границы с китские китайские стены. По древней китайской легенде, китайская цивилизация началась с того, что на небесной колеснице к ним прибыл белый бог Хуан Ди. Ну, скорее всего, он же хан. И научил их всему возделывать рис, строить дамбы, делать лодки и колесницы, копать колодцы, изготавливать музыкальные инструменты, лечиться иглоукалыванием, шить одежду и так далее. Он дал им календарь и письменность, научил иероглифам. По легендам, тотемным животным Хуан Ди был медведь. Ну, он и сейчас остается тотемным животным Сварога, то есть нашего звездного скопления, в котором мы живем. А Сварог это дедушка славянского рода. Именно поэтому у самих чинайцев есть множество белокожих богов. Сведения об этом есть и у археологов, и у путешественников прошлого, а некоторые из них являются божествами для чинайцев и в наше время. То же самое можно сказать и про императоров Китая, многие из которых имеют черты белого человека и называются Ванами, то есть Иванами. Множество фигур белых людей находятся в погребениях прошлого при археологических раскопках в Китае. Особенно их много найдено в провинции Шан-Си, где также найдено множество пирамид. Не помните? Повторение мать учения. Новая информация сразу не усваивается. Если надо, повторите информацию. Нужно даже скачать ролик, чтобы он случайно не пропал. Таких чудес на Ютубе хватает. Ну а все использованные материалы будут, как всегда, в ссылках под видео. Там есть такая кнопочка «Еще». Нажмите, она открывается, там идет описание под видео, где идет описание и ссылки на использованные материалы. Переходите, знакомьтесь, там намного больше информации. Но хотелось бы напомнить, что для того, чтобы выходили следующие видео, нужна ваша информационная поддержка, потому что, если вам нравятся эти видео, то, чтобы они оставались в информационном поле, нужны, во-первых, ваши положительные комментарии, ваши лайки, подписка на канал и, соответственно, репосты, то есть распространение этой информации в своих группах, в своих друзьях, друзьях, ну и, соответственно, просмотры. Именно все это позволяет оставаться в информационном поле той информации, которая системе разрушения, как бы, не нужна. А вот, если она нужна людям, то тогда просьба поддержать такую информацию. Именно благодаря этому лайкам, комментариям, положителям эта информация остается, потому что YouTube такие видео обычно лишает монетизации, а в итоге удаляет. То есть люди не получают рекомендации, то есть не видят их в рекомендациях тогда, в итоге эти видео просто удаляются с канала из-за того, что они YouTube как бы не нужны. Отдельная благодарность тем, кто имеет возможность помочь материально, потому что не только информационная работа важна, но и работа в материальном мире, так как нужно продолжать исследование. Я бы, например, хотел посетить те места, которые открыл, например, тот же великий ханбалык легендарный в России, долину пирамид императоров, но это без вашей поддержки невозможно, если даже хотя бы 10% тех, кто смотрит это видео, это будет интересно. Под каждым видео есть закрепленные комментарии, там есть любые счета, и в рублях, и в долларах, и в гривнах, и в других валютах. Совершенно небольшая сумма может помочь, чтобы невозможное стало возможным. Стали возможны и новые исследования, стали возможны и экспедиции в те районы, которые уже открыты, то есть фантастика стала бы явью, но это возможно только при силе коллектива, когда многим людям это интересно, и не нужно что-то фантастическое, даже если человек найдет возможность выделить какие-то 10-100 рублей раз в год, найдя информацию на канале полезно, это позволит невозможному стать возможным. И помните, бесплатный сыр он всегда бывает только в мышеловках, а тот, кто платит, тот и заказывает музыку, поэтому заказчик и должен быть народ, простой народ, который будет говорить, да, мне интересно развиваться как человек, либо наоборот интересно посетить в первую очередь как раз те места, которые уже открыты, просто нужно подтверждение, что это действительно так. И помните, что сейчас наступила эпоха волка, а древние говорили, в человеке два волка, злой и добрый, кого кормишь, на кого обращаешь больше внимания, как в информационном плане, так и в материальном, тот и увеличивается, то есть то, что вы обращаете внимание и во внешнем мире, и в себе, то и будет увеличиваться, будете обращать очень много внимания на зло, будет увеличиваться количество зла, будете обращать внимание на добро, как в себе, так и в мире, и будет увеличиваться количество добра, Почему наступившая эпоха уже с 13-го года Это как раз время честности и справедливости Время санитаров леса То есть людей волевых То есть образ волка отсюда возникает Поэтому время поменялось Энергии поменялись Не живите на алгоритмах прошлого А ищите алгоритмы, которые делают вас лучше И самый главный успех этой жизни И секрет этого всего успеха Это состоит в том, чтобы найти свое предназначение А затем реализовать его Это говорил Генри Форд Но на самом деле это знали и древние Потому что если каждый человек Устремится к цели в жизни Выполняя свое предназначение В соответствии с течением времени жизни То жизнь его обретет высший духовный смысл Это заповедь числа Бога Именно поэтому я на своем сайте И предлагаю людям пройти славянский гороскоп Так как именно он И является основой мудрости древних Он показывает жизненное предназначение человека Содержит ту гигантскую информацию Которая содержит душа человека Те программы, которые в нем есть То предназначение на весь срок жизни И плюс множество еще дополнительной информации То есть без этого Это все равно что блуждать Широко закрытыми глазами по миру И натыкаться на препятствия Которые вам совершенно не нужны То есть тратить свое жизненное время попусту Всем рекомендую это сделать Потому что это основа вашей жизни То, что вас заложили И боги, и предки, и высшие силы Вы сами Все ссылки на эти материалы Они есть на канале То есть вот красная стрелка На главной странице канала Есть ссылка и на сайты На все мои социальные сети Переходите Там все это есть А в социальных сетях Народная академия наук создана То есть то место, где люди могут делиться Своими находками Показывать интересные материалы И написать мне напрямую Если там есть необходимость Тоже самое есть и в Одноклассниках А с вами был Виктор Максименко Жду ваших комментариев По этому поводу Стоит ли продолжать двигаться В этом направлении Благодарю всех за внимание До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok